Одна из главных достопримечательностей нашего города – соборная колокольня, памятник архитектуры 18-19 веков. Это одно из самых высоких зданий в Рязани, примерно 83 метра. Но знаменита она не только этим, а связанная с ней городской легендой. Наверное, одно из старейших мест для загадывания желаний в нашем городе – это арка соборной колокольни. К сожалению, сейчас она в основном закрыта, а вообще считалось народное поверье, что если, проходя под этой аркой, загадать желание, то она обязательно сбудется. Вообще, арочные проходы, как правило, часто наделяют такой волшебной силой. Не только в Рязани, но и в других городах такие легенды, такие предания есть. Здесь же, в Рязанском Кремле, есть небольшой арт-объект, который не обделен вниманием туристов. Это перо удачи. Оно находится рядом с музеем Рязанского леденца. По заверению экскурсоводов, если его потереть, это обязательно принесет удачу. Впрочем, такой же эффект гарантирован, если навестить рязанского косопуза. Потереть на удачу можно, например, его топор или мизинец. Мы видим, у косопуза уже мизинчик начинают натирать. С пальцами тоже есть определенные такие традиции. Памятник Есенину, который находится в Константиново, если обратили внимание, у него тоже натерт указательный палец. Все, кто фотографируется с памятником, так и норовят за этот палец схватиться. Он так выделяется. За него удобно браться, действительно. Ну и теперь есть легенда, что да, обязательно нужно подержаться за палец Есенины, загадать желание. Оно обязательно сбудется. Грибная команда также сулит исполнить желание. Грибам гости города горожане натирают носы. Их можно встретить по всему городу. И в городском парке, и на Лыбецком бульваре. Здесь же, кстати, на Лыбецком есть еще одно счастливое место. Когда-то в начале 90-х годов, прошлого уже века, здесь на Лыбецком бульваре проходил симпозиум скульпторов. И скульпторы из разных городов России делали различные объекты, которые впоследствии остались здесь на Лыбецком бульваре. Вот один из них как раз вот такой интересный абстрактный объект зарождения жизни. Через много-много лет он приобрел новое звучание, скажем так, и стал частью вот такой композиции, стал сыром фактически. А рядышком находится маленькая мышка, которая тоже буквально сразу с момента своего появления обросла легендами, скажем так. Желающие могут вложить ей в лапку монету, чтобы достичь финансового благополучия. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok